Моя крепость Тело под моей одеждой, моя крепость Вера, любовь и надежда У меня, как и у многих ребят, кто занимается железом В залах наблюдается определенная диспропорция развития грудных мышц То есть левая у меня, к примеру, меньше, чем правая И существуют ли какие-то возможности устранить эту диспропорцию? Есть ли какие-то методики? Слово вашему чемпиону На самом деле это касается не только спортсменов, которые выступают в единоборстве Хотя в единоборстве, понятное дело, что большая часть спортсменов Является либо спортсменом, стоящим в первой стороне стойки Либо в правой стороне стойки По-моему, Дэквондо является исключением Они достаточно активно меняют Настолько я знаю, я достаточно в этом плане не осведомлен Так вот, понятно, что одностороннее положение Так или иначе, физиологически начинает изменяться физиологическое строение мышц Я говорил и говорил, что если выстрелить 10 спортсменов подряд То совершенно спокойно могу сказать Кто из них дворец, кто из них боксер, кто из них плавец Совершенно однозначно Ровно так же, да То есть спортсмен имеет определенный тип сложения Конечно же, человек, который правша В основном имеет преобладающую сложение правой части Понятное дело, что брать гантелью тяжелее в одном В этом случае совершенно Ну просто это неправильно, это нелогично И самое главное, что ни к чему не приведет Вот то, как мы сегодня покажем с Константином На мой взгляд, ту схему тренировок Она в определенной степени Мы можем рассчитывать Я подчеркиваю Я не могу сказать, что это гарантирует Мы можем рассчитывать на то, что это приведет Со временем к изменению вот этой диспропорции И дай бог, к равномерному развитию обеих грудных мышц Ну хватит интегровать, поехали Да, мы сделаем всего лишь три упражнения Это будет с джем-гантелями Почему гантели, а не штанга Потому что штанга, как известно В кавычках, я опять же говорю Для многих является базовым упражнением Которое является чуть ли не единственным движением Развивающей мышцы грудки Я не согласен Не буду углубляться Совершенно точно могу сказать, что упражнение с гантелей В этом случае гораздо более эффективно Потому что амплитуда движения Сокращение мышц груди А она приведет к вертикальному стоповищу Является более полноценным Поэтому мы начинаем с жимом гантелями Без доворотов Мы сейчас с Костей покажем два варианта Первый вариант с доворотов? Да Зачастую этот доворот Позиционируется как дополнительная опция Для сокращения внутренней части груди Как ты называешь пружигай Сынашусь действительно имеет место быть Но до определенных пределов Потому что когда мы говорим о достаточно больших работающих весах Любой спортсмен, единоборец Ну так или иначе Если одно время он соревновался с партнером С соперником В ринге А так далее Неважно А здесь он соревнуется железо Сила тяжества Но все равно подсознательно будет увеличить две снаряды Логично, это очевидно Независимо от техникоуполнения Придет только момент, когда вес снаряда будет критичным И все вот эти повороты К сожалению Они могут Я не вижу тех дивидендов, которые мы можем получить А вот те проблемы, которые мы можем получить Они совершенно ясны Очевидно, что со временем это произойдет Поэтому если вы находитесь на уровне работы с очень медленными весами Ваш путь только начался Я сейчас не говорю, что это 15 кг или 25 кг Совершенно в принципе Это тот формат, который еще по-короту По-чайски Ради бога вы можете, которые ваши веса будут приличными Когда вы поймете, что вы достаточно серьезные То есть я в эту двороту стучил Пусть покажем, как мы будем делать без дворота Мы ничего не потеряем Это движение Абсолютно Абсолютно Одна пойка Не смотреть в артерию В верхней части так Потому что в этом случае Ветер силы будет совпадать с силой тяжести И мышцы груди выручатся Все очень красиво То есть примерно ладонь Да, примерно ладонь Ширина ладонь будет между гантелей По-моему, все очень технично Очень верно Очень верно Очень верно Спасибо А вот теперь мы идем второе упражнение Которое я не могу сказать, что я где-то его видел Ну и назвать это какой-то авторской наработкой Я бы, наверное, тоже не рискнул Потому что Он скромный сейчас скажет так Авторская наработка Стаса Лидуэра Пойдемте Давайте Пойдем Пойдем Казалось, все конец А дальше нет пути иного Даже в старой книге есть страница Тряхлая, но новая На встречу ветру лицом А время раны лечит Что мне на обочине-то делать? Я всегда по встречной Оторву кусок и выброшу Куда не глядя руки У нас есть снаряд Он для нас всего лишь является скандью Эта штанга нагружена не случайно Но мы с ней ничем никаких упражнений не будем Вот и для того То есть это не жир шпан Это не жир шпан Это жир шпан Это жир шпан Каким образом мы можем Каким образом мы можем Увеличить нагрузку на остающую и выше нагрузку В данном случае предположим Пускай будет правая Правая трудная мышца Отстающая Да Мы сделаем соотношение Каким образом То есть делать Например Я сам не легкий вариант Взять гигантели Делать попеременную жир Ну это неудобно Это некомфортно Это вам опасно Мы будем делать Сначала же правую руку Отстающую Потом бегать И вернемся правой И это будет всего лишь Один вопрос То есть будет соотношение К вам к нам Более того Все мы знаем Что мы можем делать Махи Все знают Что мы можем делать Все знают Что мы можем делать Дзягие гантели Но почему-то никому Более того Что мы можем делать Жимку Как дорогу Во время упражнения Не только Светлую голову У инженера Маслостроителя Из города Санкт-Петербурга Пришла Это идея Учитесь А я как раз Вы стоите рядом Улыбан Спасибо Поехали Обычно Амплитудное движение По дуке Вертикальной оси То есть Ничего нового Абсолютно То есть Это просто Если взять вертикальное столовище То есть Мы видим То есть Если взять То есть Никто не знает Что с торгера То и у него Ржим не происходит Мы делаем Задное количество ударений Я все-таки Диапазон 10-12 И ударение в данном случае Считаю Необходимо делать Меняем угол То есть Выполняем Да Количество ударений Не халтурим Вес очень приличный Вес Вес будет Такой же Практически В режиме Думаю То же самое То есть Как раз Идея Не форсировать Веса Не убежать Работать В том же Диапазоне Да Работчики Сот Но при этом И последняя Смена Опять вернуться На правый И пятый У нас будет Сколько Вы таких делаете Ничего Все Мы вообще Определили Все-таки Что Формат тренировки Должен быть Понятен И самое главное Он должен быть По времени Ногичным Ведь Временной Промежуток Тренировки Он должен определяться Чем будет определять Интенсивность 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 Чем определяется Если Расход у нас 10 на 100 Через 100 км Наш автомобиль Через 100 км Однажды Задынился Остаться Не берегу Не берегу Пошли Мы Передвигаемся К следующему упражнению Державсник И третье упражнение, тренажер Смита, он может выглядеть иначе совершенно. Я просто поясню, это штанга, которая двигается, он управляющий. Ничего больше. Основная идея заключается в том, что нам нужно ее в пространстве удерживать. То есть это и плюс, и минус, в данном случае это является очевидным плюсом. Здесь мы можем делать жим, одно выбор. Если бы у нас была сканика, которая позволяла бы создать обязательный выбор, такие сканики есть, например, это было бы лучше, потому что мы тогда зацепили три сегмента груди. Горизонтальный жим на опалу. Словно говоря, прицеп. Средний сегмент груди, жим под углом вверх, все-таки больше степени. Верхний сегмент груди и жим под углом меньше 90-20 негде. Ну, мы сейчас пока не имеем такой возможности, но, тем не менее, совершенно спокойно можно делать и сведение в красивую реакцию. Совершенно спокойно можно это делать. Вашим вниманием, Константин покажет, как мы будем жать это нормально. Казалось, все конец, а дальше нет пути иного. Даже в старой книге есть страница дряхлая, но новая навстречу ветру лицом, а время раны лечит. Что мне на обочине-то делать? Я всегда по встречной оторву кусок и выброшу, куда не глядя. Руки были в черной грязи, одумал в шоколаде. Тупик, я сломаю стену про через стыкучий песок. Она одна, у нас я будто камень правлю поток. И ты сильней, чем думают все остальные распрыгали. Как переводит Барусь Кривы, слова Мир Стаса Лидуев, в шоколаде Бугенович. Сказал замечательное слово. Ребята, не гоняйтесь с повесом. Муха, сомневайтесь к правильным действиям. Обращайтесь к профессионалам. Тогда вы сохраните здоровье и будете прекрасно выглядеть. У нас тогда заканчивается. Смену третью за месяц. Это один подход. Мы выполнили с женой колокол, с женой колокол, с женой колокол. Вот такая тренировка была тоже. На мой взгляд, она не является значимым дням. Но это для вас является поводом прозмыслить. Мы можем пересмотреть свою тренировочную программу. Ну вот, друзья, я надеюсь, что вы подчеркнули много полезного. Я уверен, что не только на мячки, но и известные спортсмены открыли все новые упражнения. Хотите быть сильными? Хотите быть атлетичными? Хотите быть гибкими? Хотите быть здоровыми? Смотрите мою программу «Мое тело – моя крепость» на моем канале YouTube. Подписывайтесь на него. А у нас в гостях Станислав Миндовер. Ассистировал Константин Коженников. Повел передачу. Сергей Багин. Берегитесь. Терять веру нельзя. Стоять ногами прочно. Дойдешь до берега сухого в топе заболоченный. Пускай сзади свистят и тянут за рубашку. И ножа очень тяжела. Не дышать тяжко. Не опускай руки. Не преломи колено. Ты поставишь новую суть. Друзья, эта программа «Мое тело – моя крепость» была произведена совместно с Шанти Продакшн и Артем Нищенко Студио. Если вы посетили Пхукет и мечтаете оставить настоящую память об этом посещении, обращайтесь к Артему. Его координаты вы увидите прямо сейчас. Он не подведет. «Мой Sweden» Тело под моей одеждой. Моя крепость в течение blown парня. Моя крепость обрушится, если треснет фундамент Моя крепость, тело под моей одеждой Моя крепость, вера, любовь и надежда